Утро сразу для 50 госслужащих корпуса Б началось не на рабочем месте. Они с 9 часов утра проходят второй этап пробного тестирования. В новом тестовом кабинете, оснащенном камерами, не только руководители департаментов областных управлений Акиматов, а также другие работники этих ведомств отвечают на вопросы, которые определяют их компетенцию. За процессом может следить центральный аппарат Астаны, говорят специалисты. Эти тесты направлены на то, чтобы выявить компетенции госслужащих. Те компетенции, которые требуются на госслужбе, например, ответственность, сотрудничество, ориентация на потребителя. Все эти вопросы, все компетенции, которые будут выявляться, можно условно разделить на три блока. Это выявляет, в первую очередь, эффективность государственного служащего, его служение народу и прозрачность его деятельности. Чтобы ответить на 190 вопросов, дается 60 минут, правда, на пробном тестировании условия мягче. Настоящая аттестация начнется в феврале текущего года. Она, как и пробная, будет состоять из трех этапов. Первый называется оценочный лист. Это сбор информации, другими словами, данные государственного служащего, стаж, награды и минусы. На втором этапе, подобном сегодняшнему, чиновники ответят на вопросы, которые покажут их отношение к работе, окружающим и управленческие навыки. Затем собеседование. Завершит процесс работы комиссии, на котором специалисты примут решение. У меня стаж на государственной службе 20 лет. Думаю, если хорошо выполняешь свою работу, то нечего переживать. Начальник управления государственного архитектурного строительного контроля Южно-Казахстанской области сегодня в числе тех, кто сдает экзамен. Кутбек Жамашев признается, что никакого волнения перед тестированием не испытывает. За тестированием следят и психологи. Эксперты рассказывают, что такие экзамены государственные служащие сдавали и раньше. Но в этом году охват вопросов шире. Возможно, поэтому и нужна подготовка. Комплексная аттестация, как и любой экзамен, является достаточно стрессовой ситуацией. Однако, при надлежащем психологическом подходе, при ответственности, при подготовке, личностной подготовке, используя некоторые психологические приемы и аутотренинги, возможно побороть волнение. Народ достаточно подготовлен. Я бы так сказала, подкован. До середины года все госслужащие корпуса Б должны пройти аттестацию. Это установка главы государства. Причем результаты тестирования, которые направлены не на знание законодательства, а скорее на выявление личных качеств, могут повлиять на карьеру чиновника. Если комиссия вынесет решение о соответствии занимаемой должности, госслужащего могут повысить. Однако, если результаты по всем этапам плохи, может дойти и до увольнения. У меня стаж работы 20 лет. Я не раз проходил подобное тестирование. В этот раз вопросы не были сложными, скорее ситуационные. Они определяют, как госслужащие реагируют в той или иной ситуации. Известно, что в Южно-Казахстанской области 8700 госслужащих корпуса Б. Из них более 6000 пройдут аттестацию. Не участвуют в тестировании беременные матери, которые воспитывают детей до 3 лет, и матери-одиночки. Вместе с тем, в аттестации не принимают участие государственные служащие, чей опыт менее полугода, и те, кому до пенсии осталось около двух лет и меньше.